Я знаю, что на моем канале в последнее время достаточно много обзоров на тональные основы, но я ничего не могу с собой поделать. Тональные основы это какой-то у меня сейчас перекос, переклин, и они меня больше всего интересуют. У меня за последнее время довольно сильно изменилась кожа, как по своей текстуре, так и по своему типу и вообще общему ощущению, поэтому я поняла, что ни одна тональная основа, которая у меня была до этого, меня не устраивала, поэтому я начала какую-то бешеную гонку в поисках своей идеальной тональной основы. Сегодня мы с вами будем тестировать еще одну новинку, которая недавно вышла на рынок. Это новая тональная основа от Estee Lauder, которая называется Double Wear Nude. Это не классический Double Wear, который более плотный, который больше подходит для комбинированной или жирной кожи. У меня эта тональная основа есть, я ее очень люблю, но не для себя. Я ее очень часто использовала, когда я активно работала визажистом. Это была моя самая любимая тональная основа для комби и жирной кожи. Я на всех ее использовала и всегда она меня не подводила. Очень крутая тональная основа, но для себя я понимаю, что это вообще не мой вариант. В общем-то я ищу что-то такое, что будет меня делать более свежей, более сияющей, более отдохнувшей на вид, потому что это те критерии, которые для меня сейчас интересны. Если они совпадают с вашими, то я уверена, что все мои обзоры за последнее время для вас будут полезными. Если вы здесь, кстати, впервые, обязательно подписывайтесь тогда на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем. Нажимайте на подписаться внизу и рядом также нажимайте колокольчик, чтобы YouTube вас сразу оповещал, как только выйдет мое новое видео. И на этом я предлагаю перейти непосредственно к тестированию самого продукта. Давайте, как обычно, сначала разберем внешнюю упаковку. Здесь, в принципе, все довольно стандартно для бренда Estee Lauder, потому что такая темно-синяя упаковка, золотые буквы, в принципе, все всегда вот так вот по классике выполнено в этом бренде. А что касается самой тональной основы, то здесь очень красивая упаковка, на мой взгляд, по крайней мере. И, вы знаете, мне чем-то эта упаковка напоминает тон La Mer, тоже такое вот матовое стекло, довольно увесистое тоже в руке эта тональная основа. Написано, кстати, что очень хорошо нужно взбалтывать перед тем, как использовать. И, вы знаете, по вот этому вот звуку, послушайте. Мне эта тональная основа, она напоминает аналогичные, которые создаются для лица и тела. Они обычно так и называются, Face and Body. У MAC есть такая тональная основа, у Make Up For Ever есть такая тональная основа. И еще у многих брендов вот именно тоже такие же жидкие текстуры. Что касается оттенка, я взяла тот, который я всегда беру в линейке Estee Lauder 1N2 Ecru. Еще по фактам, здесь объем 30 мл, можно пользоваться 24 месяца со дня открытия. И делается эта тональная основа в Бельгии. Интересно, кстати, La Mer тоже делается в Бельгии. У них похожие упаковки. Ну, текстура, судя по всему, разная. Но мы будем с вами это тестировать, поэтому давайте как раз-таки к этому сейчас и перейдем. Вот что меня раздражает в бренде Estee Lauder и вообще в линейке Double Wear, почему нет помпы. Тональная основа стоит очень дорого. Почему до сих пор они не сделали помпу? Ну, это, мне кажется, позорище вообще вот так вот выпускать свою тональную основу. У них, по-моему, она продается отдельно. Но, учитывая, что это люксовый бренд, мне кажется, уже сразу все должно быть вместе, а не вот такой вот комбайн какой-то непонятный. Ладно, я налью... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она очень жидкая. Она вот прям вот действительно такой текстуры, как вот эти вот все Face and Body тональные основы. Ну, оттенок, скорее всего, мне подойдет, потому что я люблю этот оттенок Estee Lauder. Она очень жидкая. Давайте, конечно, пробовать растушевывать, смотреть, что же это будет. Вообще, производитель заявляет, что эта тональная основа легкая, как вода. И, в принципе, пока что по текстуре я это вижу, то есть к чему они клонят. И давайте вообще, когда растушевываю тональную основу, я вам почитаю с официального сайта все, что нам обещает производитель. Легкие, как вода, стойкие, как и вся линия средств Double Wear. Новое тональное средство с невесомой ультралегкой текстурой обеспечивает естественное покрытие и совершенно не ощущается на коже. Результат свежий, естественный, ровный тон. Благодаря широкому спектру защиты SPF 30 и антиоксидантам эффективно защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и ультрафиолетовых лучей. Гиалуроновая кислота и увлажняющий комплекс на основе красных фруктов дарит мгновенный заряд, увлажнение и выравнивает текстуру кожи. Так, первые впечатления. Вы знаете, я сейчас смотрю в зеркало, мне тоже, так же, как и с YSL, очень нравится, что я вижу. Тоже очень тонкая текстура, но при этом покрытие, я бы сказала, достойное. То есть, она действительно красиво выравнивает общий тон лица. С какими-то проблемами, естественно, не справится. Что касается пигментных пятен или прыщиков, или каких-то более серьезных проблем, здесь, конечно, отдельно нужно будет работать. Но когда я смотрю на себя в зеркало, мне очень нравится финиш. Он такой вот более сияющий. Абсолютно не ощущаю эту тональную основу на лице. И вы знаете, если сравнить, например, вот этот YSL с этим Estee Lauder, то они очень близки. То есть, они идут приблизительно вот так вот корпус-корпус. Очень похожи они между собой. Единственное, что омрачает опыт использования Estee Lauder, это отсутствие помпы. Это, конечно, очень неприятно. Учитывая то, что консистенция очень жидкая, вы, скорее всего, будете расходовать больше продукта, чем вам нужно. Именно впустую расходовать. Потому что, вот посмотрите, я на палитру случайно вылила то количество, которое вылила. Но это оказалось слишком много для меня. Я думаю, я бы еще меньше могла использовать, если бы я могла как-то это лучше проконтролировать. Вообще, Estee Lauder, насколько я знаю, они рекомендуют вот так вот встряхивать флакон и вот так вот с пальца набирать и потом наносить. Я не фанат такого использования. И вот такой вот формат в виде помпы или просто даже хотя бы вот какого-то носика, когда можно выдавить и контролировать, что ты выдавливаешь, это, конечно, гораздо удобнее. Но опять-таки, это такие вещи, которые, знаете, вот уже хочется к чему-то придраться, потому что это люкс. И от люкса всегда ожидаешь, ну вот дайте мне максимум. Вот и по упаковке, и по формуле, и по стойкости, вот по всему хочется получить максимум, потому что мы все-таки платим достаточно высокую стоимость за эту косметику. Последнее, что, пожалуй, отмечу, это очень удачный оттенок. Мне вот очень нравится оттенок N1-2. Он идеально мне подходит, то есть не нужно играться, вот это растушевывать, как-то пытаться потом добавлять либо светлый консилер, либо наоборот, бронзером хорошо работать на лице. То есть именно вот 100% мой оттенок. И в Estee Lauder это, конечно, 100% попадание. Что касается YSL, здесь тоже очень классное попадание, но оно не настолько 100%. То есть тут 98% наверное попадание, тогда когда Estee Lauder это, наверное, в принципе самый лучший оттенок для меня из всех тональных основ. И на данный момент мне уже в принципе нечего добавить, поэтому давайте я закончу полностью макияж, посмотрю, как сверху еще ложатся продукты. И тогда уже мы с вами продолжим, подведем какие-то более-менее итоги. Макияж я закончила, и мои общие впечатления в принципе не поменялись. То есть все, что я сказала, по первым впечатлениям, вот так до сих пор эти мысли закрепились у меня в голове. Скорее всего решающий момент будет в конце дня, потому что финиш все-таки достаточно сильно сияющий. Но у этой тональной основы однозначно есть потенциал того, что она будет выглядеть еще более блестящей. Как минимум в Т-зоне, но посмотрим как по остальному лицу. Хотя с другой стороны не хочу слишком забегать вперед, потому что зная технологии Estee Lauder и вообще линейку Double Wear, она со временем может еще более матовой становиться. По крайней мере так происходит с Estee Lauder Double Wear и так происходит с Double Wear Cushion. Пока что из всего, что я пробовала, самый ближайший родственник этой тональной основы, это наверное YSL. Действительно очень похожий финиш и очень похожие ощущения на лице. Вот тоже такое сияние, легкое абсолютно покрытие, легкая текстура. И сейчас, мне кажется, будет очень уместным, если я покажу эту тональную основу при дневном освещении. Как всегда, вы можете наблюдать, как она выглядит, делать свои выводы. Можете открывать параллельно вкладки и смотреть другие мои обзоры, и смотреть также, как выглядят другие тональные основы, чтобы иметь возможность еще лучше представить и сравнить те продукты, на которые у меня уже есть обзоры на моем канале. Ну и конечно же, мы с вами обязательно посмотрим, как она протяжалась на протяжении дня. Сейчас у нас 13.34, до конца дня я эту тональную основу буду носить у себя на лице. То есть мы с вами в конце вечера посмотрим, как она выглядела. И я как раз сейчас предлагаю перейти к этому моменту. Предлагаю посмотреть вам кадры в начале дня и в конце дня, а также послушать мои дополнительные комментарии. В случае с этой тональной основой, я считаю, что это тот редкий случай, когда заявление производителя полностью соответствует реальным результатам. Я могу на 100% согласиться, что у него ультралегкая текстура, он совершенно не ощущается на коже и имеет естественное покрытие. Конкретно в день тестирования было очень жарко, и я еще много простояла у плиты, поэтому с меня сошло без преувеличения 7 потов. Я много раз трогала лицо, промакивала его, но, как видите, линейка Double Wear все-таки держит марку. Ни один из участков на лице не выглядит слишком блестящим или пересушенным, то он не завалился в морщины или поры. Единственное, он немного вытерся с зоны носа, и недостатки заново проявились. Если сравнивать его с YSL, то они невероятно похожи, и единственное, что YSL целый день сопровождается чувством увлажненности, а этот скорее не ощущается никак. Тон однозначно хороший, и я могу его рекомендовать тем, кто любит вышеперечисленные характеристики. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте мне палец вверх. Также, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать вот здесь, вот нажав на эту круглую иконочку. И также я вам сейчас оставлю другие мои видео. Если вы их не смотрели, то можете еще немножко со мной общение продолжить. А если вдруг смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.